Смиритесь и откажитесь от недовольства и неприязни. Всегда и во всем можно найти хорошие стороны и поводы для маленьких радостей. Пусть дом вам не нравится, но будьте ему, по крайней мере, благодарны за то, что он приютил вас. На улице дует ветер, идет дождь, дом принимает это все на себя, а вас оберегает и согревает. Разве хотя бы это не заслуживает признательности? Если вы сейчас благодарны тому, что имеете, если испытываете любовь ко всем вещам, которые вас окружают и помогают вам существовать, вы излучаете позитивную энергию. Тогда, если захотите, вполне можете рассчитывать на улучшение своих условий. А когда будете переезжать, обязательно поблагодарите все, что вас окружало. Даже те вещи, которые выбрасываете, заслуживают благодарности. В такие моменты вы транслируете в окружающий мир позитивные колебания, и они обязательно к вам вернутся. Во-вторых, думайте о том самом доме, который хотите иметь. Это делать сложнее, чем раздражаться от вещей, окружающих вас в данный момент. Зато цель того стоит. Что лучше, привычно реагировать как устрица на внешние раздражители, или сделать небольшое усилие и сменить свои привычки. Смотрите рекламные проспекты с фотографиями домов. Ходите по магазинам в поисках предметов обстановки. Живите всеми мыслями о том, что хотите иметь. Мы всегда имеем вещи и ситуации, которые прочно владеют нашими мыслями. Наши мысли всегда возвращаются к нам бумерангом. Редактор субтитров А.Семкин